Готов к труду и обороне. Сегодня несколько сотен школьников сдавали нормы ГТО. Заряженные и подготовленные они встречаются на стадионе «Юность» уже четвертый год подряд. Ежегодно фестиваль набирает все больше и больше оборотов. В этот раз спортсменов ждали силовые испытания. Один из этапов норм сдачи ГТО – поднятие туловища. Для девушек в возрасте от 20 до 30 лет норматив составляют 45 раз за одну минуту. Сейчас я сама попробую сдать этот этап. Господи, это крайне сложно для меня, как неспортивного человека, сдать нормы ГТО. Для меня сдать этот этап было проблематично, но вот у остальных участников эти нормы проблем не вызывают, а даже наоборот дают стимул для развития и совершенствования. Ведь, как они говорят, тренируются постоянно, а на этапе отжимания и мальчики, и девочки равны. Все отжимаются в полную силу. Было тяжело, но я справилась. Советую девочкам тоже сдавать почаще. Прыжок в дыну и наклоны вперед на скамье – для них обычное дело. Прыгают и наклоняются почти все на золотые медали. Еще один показательный этап – это подтягивание. Здесь мальчики, как настоящие бойцы, инициативу, а точнее турник, берут в свои руки. Ну, я думаю, я сдам на золотой значок. Почему ты так думаешь? Я тренируюсь и готовлюсь усердно. Много лет уже. А какая у тебя основная цель получения этого значка? Ну, просто знать, что я готов, я могу. Для многих ребят значок ГТО – это еще и дополнительные баллы к поступлению. ГТО не имеет возрастных ограничений и даже физических, поэтому участие в нем может принять каждый желающий. Существует 11 категорий по ГТО. Это для разных возрастов, конечно же. И человек, который занимается, который ведет здоровый образ жизни, который занимается бегом, сдать на знак золотой, серебряный, бронзовый – это реально. Фестивай продлится еще два дня. Впереди участников ждут не менее мощные испытания. Сдать нормативы можете и вы. Просто зарегистрируйтесь на сайте gto.ru и получите свой золотой значок. Екатерина Элистратова, Вячеслав Батоев. Новости дня.